Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня собираюсь приготовить сервелат по ГОСТу 16131. Да, на канале есть сервелат, целых три ролика, но это все были варенокопченые колбасы, а я готовлю сырокопченый. Поехали! Состав по мясному сырью и пропорциям у сырокопченого сервелата 1 в 1 совпадают с составом варенокопченого по ГОСТу 16290, ссылка на которой в углу висит. По пряностям почти совпадает. Варенокопченым кроме перца вообще больше ничего нет, а в сыре копченым еще мускатный орех или кардамон применяется. Нарезаю все полосками для мясорубки и отправлю подмораживаться. По ГОСТу его требуется подморозить до температуры минус один минус пять градусов. Завершил. Все это уезжает в морозилку. Отлично подморозилось. Говядину и нежирную свинину надо пропустить через мясорубку с мелкой решеткой. Миллиметра 2-3 по ГОСТу. У меня три. Теперь вношу сюда соль нитритную, только нитритную по вареную не надо добавлять. Это у нас сыр авиал, он долго будет готовиться. Пряности и фосфаты. И старательно перемешиваю. Грудинку по справочнику нужно резать на шпига резки. У меня такой нет. Поэтому все вручную. Так, здесь у него все готово. Теперь надо равномерно распределить грудинку по всему объему. Осторожно, чтобы жир не размазался. В унитарном миксере вымешивание очень интенсивное и очень легко раздолбать весь жир в хлам. Рисунок смажется, будет плохо. Достаточно. Просто супер. Теперь набивка китайским шприцом с Алиэкспресса. Он уже подготовлен. На Алиэкспрессе много разных. Ссылку еще не забуду, оставлю в описании. Кстати, обзор на этот шприц я на канале делал. Набивать буду в Айцелл. Вообще-то я его не очень люблю. Мне вечно он от колбасы отстает при завяливании. Но коллагеновая оболочка у меня сейчас в наличии только больших диаметров. По рекомендации Паши, хозяина магазина Ем колбаски, Айцелл я замочил полчаса назад. Тогда он плотнее набивается. Чтобы уменьшить количество воздушных пузырей, конец цепки нужно держать погруженным в фарш при набивке постоянно. Отлично. Перед обвязкой старательно уплотняю батон. Вот таким вот перекручиванием. Туго-туго. Теперь шнурок сюда. Отчекрыжить. И вот так вот. Вот так вот обвязываю. Теперь осадка в камере для сыровяла при повышенной влажности 86-88% в течение двух-трех суток. И затем завяливание в самом обычном холодильнике, потому что оболочка Айцелл. И снова всем привет. Стыдно сказать, сегодня 4 августа, а набивал колбасуя аж 6 мая. Забыл. Лежала она в холодильнике в дальнем уголке, на глаза ей попадалась, я про нее не вспоминал. Давайте смотреть, что получилось. Слушайте, ну красивая. Видите, никаких следов закала нет. Прекрасно выглядит. Аромат сыровяльной колбасы. Вкус тоже сыровяльной колбасы. Мне нравится. Сыровяльная колбаса гораздо более сухая. Поэтому Айцелл, на мой взгляд, это оболочка для тех, кто любит более такую мягкую сыровяльную. Я люблю, что прям жесткая такая, знаете, на мой вкус самая классная и по консистенции сыровяльная колбаса. Это вот туристские колбаски на канале есть. Здесь в уголочке ссылочку повешу, в описании тоже, если не забуду, оставлю. Вот посмотрите. Они получаются очень сухие такие, а это такая вот, как резиновая такая, давится. Вот. Но если вы такую любите, то это ваш выбор. И, естественно, не обязательно ее вялить так долго, как у меня получилось. На этом позвольте с вами попрощаться. Для интересующихся весит этот батончик сейчас 360 граммов. То есть потеря веса составила 30%. Это будет сложиться тем, что лежала эта колбаса у меня в холодильнике в камере для овощей. И там влажность все-таки повыше, чем в другой зоне холодильника. Поэтому скорость, благо, потери была совсем низкая. Если поднять ее в общую камеру, то, наверное, там где-то другие продукты у меня лежат, при постоянном открывании и закрывании дверей, а не этот ящик для овощей, она бы высохла, конечно, сильнее. Но, с другой стороны, это вполне нормальный вариант. На этом позвольте с вами прощаться. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Вливайте среды колбасников. Ссылочку на iCell тоже оставлю в описании. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok